Ха! Пссс! Эфенди! Послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Всё идёт кому, что всюду всё путит. И сапилии путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым ещё идёт иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идёшь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, куич. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дюфсид. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает вкус. Списфиски. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увеч. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее кирельцо. Другой достал дюфсид. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус списфиски. Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идёт. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Завсклада сидит. Директор магазин сидит. Сзади он меня не видит, я его вижу, товаровед сидит. Всё городское начальство завсклад любит, ценит, уважает. За что завсклад на дюфсид сидит? Дюфсид – великий двигатель общественных сфискоотношений. Представь себе, исчез дюфсид. Сид – исчез. Я пошёл в магазин, ты пошёл в магазин, мы его не любим, он тоже пошёл. Тюфли – исчез. Сид – исчез. Сид – исчез. Сид – исчез. Пусть всё будет, но пусть чего-то не хватает. Сид – исчез. 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 Есть у нас грузин. Понимаешь, в институте у нас учится. Грузин учится, хороший парень, понимаешь? По фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. Его зовут так, Аваз. И очень тупой доцент у нас есть, Николай Иванович Петяев. Вызывайте его к доске, этого студента, грузины этого. Фамилия ваша Горидзе, зовут вас как-то, говорит Аваз. Он не понимает, что я не понимаю, что он не понимает. Ничего не понимает он. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, зовут его Аваз. Его зовут так, Аваз. Вы назвали так, грузина, он не виноват, его так назвали. Когда маленький был, он ничего не соображал, понимаешь ты? Его назвали так, Аваз, его назвали. Имя, имя такое дали ему, его зовут, его так зовут. Тебя как зовут? Тебя вот, тебя. Степа, вот. Ну, ты Степа, он Аваз. Он Аваз, а ты Степа. Грузин Аваз. А кто Степа? А кто Степа? Ты Степа, ты Степа. А он Аваз. А доцент тупой. Да. А ты Степа. А он тупой. Да. Да. Вызывай в тоске, фамилия Горидзе, зовут Аваз. Кого? Да. Что, кого, что, кого? Кого он спрашивает-то всё время? Периодически. Периодически? Какого, кого спросить? Я не понимаю, кто, о чём, о чём, о ком, о ком речь. Он его, а тот никак. Никак? Чего? Чего никак? Я не говорю, кого нет. Кто тебе интересует? Это грузин, да? Грузин, да? Какой грузин? Есть у них грузин. И доцент тупой. Вызывай в тоске грузина. Фамилия Горидзе, зовут вас. Он говорит, грузин. Не, не, не. Не, не. Не, не, не. Он говорит, доцент. Не, не, не. Доцент, говорит, грузин. Да, доцент, говорит, грузин. Не, грузин, говорит, доцент. Не, грузин думал, что он его спрашивает, грузина. А в чём? А в доценте. А в грузине? А в грузине, то есть. Он говорит, фамилия ваша? Горидзе. Зовут вас как? Тот говорит, а вы? А я, говорит, доцент. Да, он говорит, а я грузин. Да. А доцент, говорит, а я кто? А он говорит, вы тоже грузины. А, так они оба были грузины. Вот это я не помню. Помнишь, это доцент грузин? Да, а тот Стёпа. Вот. Тот Стёпа. Да, тот Стёпа. Да, Стёпа-то я Стёпа. Это он, Стёпа. А кто же грузин? А грузин не знал, что он грузин. Грузин знал, но не точно. Но не точно. А тот не знал, но сомневался. Не то о вас, не то не о вас. Вот. Давайте ещё раз. У вас у них грузин. И доцент тупой. Да. Очень тупой. А грузин? А грузин нет, умный парень. И ты тоже. Да. Вместе с доцентом. Ну. Ну, вызывайте его в доске. Абас, 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 абас. Абас, 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 абас. Абас, абас, абас. А-а-а-а-а. Ну и что? Ничего. А чё ж мы смеялись? Уши я. Нет, ну чё вы смеялись, когда я пришёл? АПЛОДИСМЕНТЫ Судим и изучим. Первонаперво слово «самогонка». Оно чисто русского происхождения, без всяких латинских примесей. Состоит она из двух корней. «Само» значит «сами», «гон» значит «гоним». А вот вы сейчас про корни говорили. Из них что, тоже годят, да? А что? Нет, это другие корни. Ну и из чего гонишь? Сами знаете вы? Да! Это первонаперво, ведь это же вред народному хозяйству, потому что ведь на это дело, что только её только не переводят. И зерно, и свеклу, и сахар, и кукуруза, и чёрт что не переводят. Вот для того, чтобы вы все поточнее знали, я рецепт тут выписал. Вот, пускаю по рядам, чтобы товарищи могли ознакомиться. А из чего лучше? Что лучше из чего? Всё одно плохо, поскольку вред народному хозя... Ты что, по вкусу что ли спрашивали? Ну да. А, которые потребляют её проклятые, говорят, что нет лучше, как из свеклы. Ай! А, очищенная, на меду, ай! Так забира... Да. Значит, я говорю, значит, вред народному хозяйству. Во-первых. Да, ещё она по цвету, она отличается. Ну, скажем, вот из ячменя проклятый цвет мутный. Смотрите точно, из свеклы фиолетовый отлив. Денатурат тоже фиолетовый, но со свеклой никакого сравнения. Вот я тут экспонаты принёс, значит, чтобы товарищи могли, вот, значит, ознакомиться. Вот, пожалуйста, давай понюхай, передай товарищу. Сейчас одну минутку я только попробую. Вот это вот, видишь, это вот это будет из ячменяя. Мутный цвет. Гадость. О, а вот это будет уже, это, это очищенное, на меду. Вот так, смотри-ка. Совсем другое дело, понимаешь. Так, это будет узнаватель, да? Это денатурат, видишь? Так, ещё. Совсем, совсем это уже другой калинкор пошёл. Так, вот передай, понюхай, передай товарищу. Так, значит, что же это получается? Вред народному хозяйству. Во-первых. Во-вторых, так, не гигиенично, не гигиенично, прямо из горлышка тянешь. Вот, держи стакан, что ты понимаешь? Значит, я говорю, вред народному хозяйству. Во-первых. Вы помните, Михайлов в прошлом годе дом спалил? Вот, всё от её, всё от её, от проклятой. Это ведь вред народному хозяйству. Значит, потом драка, бордобой, и стенка на стенку, и мелкосемейная. И вы помните, Дарья Петру змеевиком голову пробила? Да, помните. Правда, Пётр тоже молодец, не растерялся, свернул ей нос на сторону и задело. Не умеешь обращаться с аппаратом? Не лезь. Всё от вина, всё от вина. Ну, правда, тут и наша вина, поскольку мы не предупредили, не провели беседу. Значит, что же это получается? Вред народному хозяйству. Во-первых. Во-вторых, драка, бордобой. Да и что же это получается? Ты уже по полной наливаешь, да? А может, в задних рядах люди тоже интересуются? Значит, я говорю, ну, как только наступают праздники, там, Успение, Благовещение, Троица, Микола, Масленица, Рождество, Духов день, Новый год, там, Пасха. Да, Пасху чуть не забыл, прости, Господи. Так сразу уже и пьянка, и драка, и уже никакой работы, никакого эссизиазма. Теперь, давайте же рассмотрим, как же он устроен, этот проклятый самогонный аппарат. Вот у меня здесь чертежи имеются, значит, вот. Тут, значит, у меня и с конусом, и со змеевиком. А как это с конусом, а? Как с конусом? Неужели не знаешь? Ну, я не знаю. Ну, как же, Гриша, как же, давно уже и Силаев уже, и Григорьев, и Семёнов уже с конусом варят, понимаешь, полгода уже это дело, понимаешь. Это дело надо изучать, ежели хочешь, с этим делом как следует бороться. А что, говорят, будто вредная она самогонка, будто отравиться можно. Можно, ежели кто неопытный. Вы помните, Фома на вербное воскресенье загнулся? По неопытности, по халатности. Ну, вечная ему память, пошли дальше. Я говорю, значит, врачи, они правильно говорят? Они говорят, что от ИИ, от проклятого, уже сердце увеличивается, печенка пухнет, селезенка уже, связки уже не те, и уже память. Да, и эти, как ее, руки, понимаешь, трясутся, мимо льешь, мимо, льешь, мимо, льешь, мимо. Вот, и это, значит, какая же будет наша задача в свете борьбы с ею, с родимой. Ой, это, с проклятой. Одно должны помнить, самогонка – это яд. Это, это яд, ведь вы по себе знаете, вот, примешь банку, вторая уже не идет, ну, не принимает душа, сопределяется весь организм, потому что от ЕИ ведь это, ой, разит сивухо это. А, ежели не нюхать? Ежели не нюхать ничего, это да. А, если с морозу? С морозу хорошо. А после бани? Ой, здорово. С стаканчиком? Много нет. Пол стаканчиком. Спасибо, что я говорю, ой. Страсть, как трудно проводить беседу. Может так, мы беседу закончим, прямо приступим к борьбе с ею. Ведь у нас одно должны помнить, все мы, как один, должны, мы все бороться с ею, как один, должны мы все бороться, один, должны, как мы все. У нас что делается, невозможно сделать, у нас уже севертями уже варят, севертями, севертями. Вот у нас нонича, белов, печь, севертей навалил, печь, севертей навалил, нонича варил, белов варил, белов варил, севертей, пять. Сраватища, просто сраватища, что делается у нас. Вот. Ой. Куда вы все подевались? Смотря на занавеску, болтается и народу никому. А! Вот все, пересили черти. Значит, я говорю, значит, сейчас беседу закончили, так? Значит, у кого вопросы появятся, приходи к Белову, там поговорим. Сейчас газетку почитаем свеженькую. Ну, так, интересно, что нам в газетке пишут, что на свете делается. Так, строят, соревнуются. О, герой труда Сергей Александрович Прохоров. Ишь-то какой! Так, ну, а фильетон где? Вот она. Газет без фильетона. Читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. У-у-у, сколько их развелось-то! Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Да, теперь-то не то, что прежде, теперь-то пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Так, ну, вот и газетка вся. Читать больше нечего. Так, интересно, какое сегодня число? Вот ты да! Память проклятая! Мой день рождения забыл. Никто не напомнит, ни жена, ни дети. Дети, жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку бы мне прислал кто? Хоть бы телеграммку прислал. Дорогой папочка! Поздравляем с днем рождения! Черт-то с два не тебе пришлют! Дети называется! Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать? Восемь детей! Или даже девять! Девять, да, девять. Ни один подлец не пришлет. Вон, вон у соседей, только двое, так соседи-то каждый праздник торта едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал? А разве есть такой закон, чтоб дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток и в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко, так вы мне всю жизнь алименты платить будете. Сейчас я с вами со всеми разберусь. Вот они у меня, здесь все они. Я к юристу со всеми дитями ходил, вот они. Шутка ли сказать? Девять детей. Или даже десять. Десять. Не, или девять. Не, девять, девять. Я же точно знаю. Вот они у меня, все тут, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. О, цельную футбольную команду родили. Вот этот правый крайний. Самый дорогой. Самый любимый мой. Как его зовут-то? О, Петя, Петя. Петя, 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 Петя. Ах, Петя. А, тридцать второй год. Днепрогес. Помню, время было горячее. Я инженером. Даша в столовой на раздаче. Ой, Даша, 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 Даша. Жили бы мы с тобой и с Петькой, как голуби, ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тебя была. Ух, женщина. Ух, из мясокомбината. СМЕХ Как вспомню, так вздрогну, как вздрогну, мороз по коже. Даша Мария, Мария, Даша, Петя, где они все? Ищи свищи. Вот они, дети-то. Вот они, вот они. Рожай. Рожай, воспитывай. Отца родного не помню. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын. А вот как зовут его? А зовут его склероз. Ни черта не помню. Мария родила мне Якова. Вот он, Яков-то. Вот он. Вот он, веселый, карапуз. А это не Яков, а Эльвира. Какая же это Эльвира? И же это Яков? А может это действительно Эльвира? Ой, память проклятая. Мария родила мне не Якова. Якова родила мне Татьяна из кассы взаимопомощи. Мария родила мне Феню. Вот она, Феня, да. Вот, а это не Феня, а Сеня. Так, а это у меня кто? Это у меня... Опять Эльвира. Это что, две Эльвиры, получается, что ли? Ну, а кто мне родил этих Эльвир, спрашивается? Вот дети пошли, а. Ничего не известно. Ни кто они, ни чьи они, ни... А это у меня? Это у меня откуда? Откуда это? Кто это мне подсунул? Так, ну и не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу. И не нужны вы мне... А это что за нахальный тип такой? Смотри, глаза наглые. Это у меня от Шуры. Или от Клавы. Нет, ни от Шуры, ни от Клавы. А это у меня... Память проклятая, это же я сам двадцать лет. Тих-тих-тих-тих! Тих-тих-тих-тих! Тих-тих-тих! Тих-тих-тих! Ой, Господи! На кого же я тут так похож? Только что же я точно такую же мардуленцию видел же. Только что одну минуточку. Здесь... В газете вот он, портрет. Катин ребенок. Смотри, отчество по мне Александрович. Фамилия моя Прохоров. Мой сын. Герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Жил да был в одном кабинете один руководитель. И всем то он был хорош, и исполнительный, и дисциплинированный, и не любил выставлять свои личные я, и все вопросы любил решать согласованно. И завелись у него в кабинете мыши. И как только завелись, так сразу же начали грызть письменный стол. Огорчился руководитель, решил купить кошку. Сказано, сделано. Написал непосредственному начальнику, так мол и так, едят мыши государственное имущество, съели уже на 10%, разрешите купить одну штуку кошки на сумму в 30 копеек. Написал и получил ответ, покупайте, если хотите. Что значит, если хотите, я лично ничего не хочу. И написал в местное управление, так мол и так, едят мыши государственное имущество, съели уже на 20%, разрешите купить одну штуку кошки на сумму в 30 копеек. И получил ответ, покупайте, если нужно. Что значит нужно? Мыши-то едят не мое имущество, государственное. Вот безобразие. И решил руководитель, ай, была не была, и написал в главное управление. А пока он писал и ждал ответа, мыши письменный стол догрызли и принялись за своего руководителя. И вот тут он подумал, а, зря я затеял всю эту бумажную волокиту. Куда проще было вынуть из своего кармана 30 копеек, пойти самому и купить бланк фототелеграммы, послать прямо в Совет Министров. Ну, я не знаю, может быть, кому-нибудь из вас и жаль этого руководителя. Действительно, сколько можно нянчиться с такими людьми? А мы ведь нянчимся, носим их на руках. Ну, правда, у каждого человека есть такой период в жизни, когда с ним надо нянчиться, когда его надо носить на руках, это самый ранний период в человеческой жизни. Но мы вот часто не обращаем внимания, кому мы доверяем нянчить наших детей и кому мы доверяем носить их на руках. Я не знаю, как у вас, а у нас в Ленинграде нянька – это проблема, а детские ясли – это большая проблема. Хотите в этом убедиться? Пожалуйста. А вот еще одна история. История одной любви. Четыре времени года – совсем другая история. Весна. Таня дома? Здравствуй, Ольга Александровна. Только что с экзамена. Она отлична. Нет, уж это последний. О, на улице весна. Нет, не передумал. В горный институт. Ноги я, конечно, не вытер. Ну, я ненадолго. Я же понимаю, что такое экзамен. Здравствуй, Таня. Здравствуй. Ну, отлично. Ага. Спасибо. Что? Лапы холодные. Холодные лапы. Что это у тебя? А, тригонометрия. Конфеты хочешь? Тянучка. Держи. Ой, окно можно открыть? Ой, на улице весна. Колька Лавров чуть не засыпался. Представляешь себе? Припас себе несколько шпаргалок. Для того, чтобы их долго не искать, сам себе записку написал. Кислоты в рукаве, щелочи в кармане, соли в ботинке. Вот эту записку у него комиссия и нашла. Потом спрашивает. Вы что, молодой человек, с собой реактивы принесли, что ли? А он не растерялся и говорит. Нет, я их дома забыл. Ну, ты все занимаешься, да? Ну, и подумай. А, на что тебе медаль? Ну, а, я другое дело. Мужчина вообще должен занять в жизни положение. Нет, почему? Женщина тоже, но мужчина это... Да, глава семьи. Ха-ха-ха. Ничего смешного. Таня, я хотел тебе сказать, что... Ну, не могу я сейчас. Ну, я потом. Ну, не могу я. Ну, после. Ну, когда-когда. Ну, вот встану на ноги. Ну, вот тогда... Да, чего ты? Ой, Танька. Ну, чего? Вот дуреха. Ну, я уйду. Ну, и уйду. Но все равно тебе надо заниматься. Ольга Александровна, я ушел. Да нету, Таньке экзамен. Таня, Татьяна. Ну, не хочешь мне так... Лето. Татьяна дома? Здравствуйте, Ольга Александровна. Ну, поздравьте, свежеиспеченный горный инженер. Ага, да отлично. Спасибо, Ольга Александровна, спасибо. Цветочки эти вам. Да, вы правы. Таня будет приятной. Она у себя? Спасибо, мама здорова. Ой, я тебя разбудил, ты спала? Ага, на отлично. Так что высшее образование у меня теперь за плечами. Ну, ты будешь одеваться, я выйду. Хорошо, постою окна. Ой, с Юркой что было, представляешь, все. Ой, повесил чертеж вверх ногами. Профессор смотрел, смотрел на чертеж, потом говорит, да, говорит. Теперь я вижу, что вы действительно собираетесь совершить переворот в технике. Можно? Таня, подожди, подожди, не мучайся, подожди. Я помогу застегнуть тебе бусы. Таня. Таня, я через две недели еду в распоряжение экспедиции. Хотел бы с тобой поговорить. Куда, куда, куда? Куда ты поедешь? Да что ты, что ты? Куда ты поедешь? Это вечная мерзлота, дикое бездорожье. И потом, как твоя аспирантура? Ну и что? А зачем? Зачем это надо? Что делать? Ждать, да. Ну, ждали мы столько времени? Да, ну, еще немного, еще три года и все. Почему? Я в себе не сомневаюсь. И в тебе я уверен. Почему я эгоист? Таня. Ну, ладно, я пошел. Ну, я думаю, попрощаться с человеком можно было бы. Ну, извини, если обидел. Ольга Александровна, я ушел. Да нет, мы не ссорились. Таня, выгляни в окошко. Танюшка. Таня. 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 Ну, Таня. Ну, не хочешь, не дали. О, Синь. Лена, здравствуй. Ой, как ты растешь. Уж, наверное, в школу пошла. А я тебе куклу принес. Ну, мама дома? Так. А папа? Ну, держи бутылку. Не разбей. Так. Как твои занятия в школе? Так. Пятерочки есть? Так. А четверочки? Ну, а троечки? По пению. А что ж ты так подкачала-то, а? Что ж ты? Таня. Здравствуй, Таня. Спасибо. Да так. Все по-прежнему. Костя, здравствуй. Лежи, лежи, лежи. Ничего, ничего. Сейчас, сейчас все расскажу. Сейчас. Одну минуточку. Давайте-ка сюда бокалы. Так. Одну минутку. Сейчас откроем бутылку. Ага. Раз принес. Такую бутылку. Значит, есть для этого причина. Так. Ну. А теперь, если хотите, можете выпить за здоровье нового начальника управления. Ага. Со вчерашнего числа. Спасибо. Спасибо, Костя. Спасибо. Таня, твое здоровье. Разреши пригласить на вальс? Прошу. О, у меня новая дама. Ленка, ты умеешь, правда? Ну, давай. Ой, боже мой, с ума сойти. Невеста, совсем невеста. А? Да нет, Костя, что ты со мной на эту тему говорить. Нет, милый, нет. Нет, нет, нет. Нет, мне еще рано об этом думать. Вот, была бы такая дочурка, как Ленка, другое бы дело. Ну-ка, иди сюда. Нравится тебе твоя Машка? Твоя кукла? А? Что ты? Почему, Таня? Почему я одинок? Я бываю в театрах, посещаю музеи, хожу в кино. А в хорошей компании всегда весело? Верно, Лена? Вот, Лена меня понимает. Ну, а захочется по-семейному, я к вам прихожу, мои дорогие. Ой, ради Бога, извините, с ума сойти. Извините меня. Я все забыл. Извините меня. У меня же банкет с начальством. Боже. Пришел к вам, все на свете забыл. Ой. Зима. Здравствуй, Вовка-морковка. Бабушка дома, а дедушка? А куда ж они? Что-нибудь случилось? Что от бабушки влетело? Во дворе неприятностей? А что? Двойку получил. Ой, опять двойку. Ну, ладно, завтра зайду в школу, узнаю, что у тебя там. Держи конфету. А, тянучки ты ведь и не любишь. Ну, вот тебе на мороженое. Почему нельзя? А? Ха-ха-ха. Зима. Я и забыл. Ну, ничего. Шоколадку купишь. Вовка, Вовка-морковка. Вовка, застегни штанишки. Вовка, Вовка-морковка. Куда же ты? Во! Ха-ха-ха. А, ничего. Вся жизнь впереди. Успеет еще. Все успеет. Все успеет. Лена. Здравствуй, Лена. Вот шел мимо. Да и думаю, зайду с Галчонком погуляю. Ушла уже. А-а-а. С бабушкой, с дедушкой. Ах, вот я ей апельсинчик принес. Как у нее зубок-то? А-а-а. А может, надо? К врачу я бы сказал. Ну, да-да, понимаю. Да, вот я в цирк на утренник билеты достал. Так были уже. Ну, да-да-да. Что-то я сказать хотел. Спасибо, милая. Спасибо, спина вот только. А так все хорошо. Ну, ко мне вы уж не заходите. Да понимаю, понимаю. Некогда. Всем теперь некогда. Время нынче такое. Ну, передавай привет. А-а-а, Вовка-марковка. Ну, давай свою честную руку. Давай. Что? Лапы холодные. А-а-а. Холодные лапы. Передай, Вовка-марковка, бабушке и дедушке. Что дедушка Лёша ждёт их. Что грустно ему одному. И ещё передай, что Вовка, Вовка, Вовка-марковка, куда же ты, Вовка? Ну, вот. А я думал, дай зайду с Галчонком погуляю. ПОСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Кружил-кружил и влюбился в маленькую черненькую букашку Он уже готов был на ней жениться, но встретил своего старого знакомого кузнечика Ну как, моя невеста? Ничего, букашка, только извини меня, она же совсем не прыгает Верно, не прыгает, сказал мотылек И опять полетел, закружил и влюбился в маленькую серенькую блоху Он уже готов был вступить с ней в законный брак, но встретил своего старого приятеля, головастика Ну как, моя невеста? Блоха, как блоха, только она же не плавает Верно, не плавает И опять мотылек полетел, закружил и влюбился в маленькую серебряную рыбку Он уже был на пороге семейного счастья, но встретил своего старого знакомого сверчка Ну как, моя невеста? Она же двух слов связать не может Молчит, как рыба Что я делаю? Сказал мотылек И женился на огромной зеленой жабе Потому что один сказал, что она прыгает Другой сказал, что она плавает А третий сказал, что она квакает на любую тему И мотылек был счастлив Безмерно Целый день До самого вечера А вечером Эта жаба Его съела Фабрика игрушек Сокращенно ФИК ФИК номер 13 Кабинет директора Это масштабная рабочая карта На которой обозначены районы наступления замечательной продукции фабрики На застегнутых врасплох покупателей Это рабочий стол директора Здесь рождаются боевые приказы Приводящие врасплох и изумление сотрудников Прочитав очередной приказ Народ безмолвствует А потом говорит Велика номенклатура А А это любимая лошадь директора Вернее, его рабочее кресло-качалка Здесь обдумываются наиболее сложные вопросы А это телефонный звонок Который нарушает торжественную тишину кабинета К телефону подходит главный инженер Алло Очередная жалоба? Нет, хуже Этот звонок предвещает большие неприятности Это видно потому, как взволновался главный инженер Как вытянулось его изможденное лицо А вот и сам директор В сопровождении начальника цеха игрушек-зверюшек Он вступает в свои апартаменты Видите, как горячо обсуждает директор план предстоящей работы Как подробно и точно объясняет он своему подчиненному Как тактично Как умно Как... А, впрочем, послушаем О чём они говорят А пошли ты их знаешь куда? Куда? А куда ты их посылал? В Тамбов Ну вот Что вот? Тамбов же вернул Ну, пошли подальше Куда подальше? А что, дальше некуда, что ли? Ну, пошлём подальше А что будет дальше? А что будет дальше? А дальше будет то, что было раньше А что было раньше? А раньше такого безобразия не было Почему безобразия? Ну, ты премию получил? Получил Я премию получил? Получил Чего тебе надо? Чего мне надо? А, премия, премия, полный сарай, зайцев из них уже опилки высыпаются линять, начали, никто не берёт. Ну, а мы твоих зайцев выкрасим и выбросим на другие торговые точки. У нас золотой народ, у нас всё хватает, что мы выбрасываем по плану. Вот так. Дав исчерпывающие указания начальнику цеха, директор, верный своей пунктуальности и аккуратности, как всегда, в этот утренний час сверяет свои часы с часами своего учреждения, чтобы весь аппарат работал как часы. Первое приветствие – беглый междугородний обзор необъятной деятельности фабрики. Второе приветствие – и рабочий день начался. Ну как, премию получил? Премию получил. Так, настроение бодрое? Настроение бодрое. Идём ко дну. Почему ко дну? Как почему? Только что мне позвонили. В сегодняшней газете разгромная статья о качестве продукции нашей фабрики. Так, 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 так. Что ж теперь будет? Комиссию пришлют, проверять будут. Так, так, так. Ну что же, людей проверять надо. Люди, они, знаешь, ай-ай-ай-ай, и всё. Так, а ничего. Иван Гаврилович, вас ведь могут снять. Да, это верно, сейчас могут. Вы же умный человек. Да, умный, верно. Умный-то умный. Ты что, издеваешься, что ли, да? Ну вы же не дурак. Да уж дураком меня не назовёшь. Дурак бы на моём месте таких бы дров наломал, таких бы делов наделал. А что я делаю? Я же ничего не делаю. Как ничего? Ничего. Да, да, план перевыполнили, это ничего. Премию получили, это тоже ничего. А вот полный сарай зайцев, это ничего. Да, это чего. Слушай, а чего их полный сарай? Да как же, я ведь вам говорил. Чего ты говорил? Ну как же, помните, вы распорядили зайчика послать во Львов. Ну и что? Они что? Они писали, что это не зайчик, а собачка. Так, а я что? А вы согласились, переименовали зайчика в собачку и послали в Ростов. Ну, а они что? Они писали, что никто не берёт вашего верблюдика и прислали обратно. Вот поэтому у нас полный сарай зайцев. Ой, люди, ой, люди, ой. Посылаешь им зайца, а не принимайте его за петуха. За собаку. За собаку. Посылаешь собаку, теперь докажи, что не верблюд. Ой, 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 кадры у нас, кадры на местах сидят. Ой, 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 без всякой подготовки, без всякой филификации. Ведь в кукле по-настоящему разбирается только один человек. Кто? Кто, кто? Ребёнок? Кто? Значит, куклу у нас должен принимать кто? 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 Ребёнок? Значит, куклу выпускать должен кто? Кто? Ребёнок. Ты что, издеваешься, что ли, да? Стыдно нам. Стыдно, это верно, стыдно. Насчёт чего стыдно? Ну, насчёт зайцев. А, насчёт зайцев, да. Люди луну снимают с другой стороны. Ну, а мы что? А что мы? Мы тоже со своей стороны можем кое-кого снять. Кого, Иван Гаврилович? Кого, кого? Кто у нас за куклу отвечает? Вы директор. Я директор. А вы кто? А мы коллектив. Ах, вы коллектив. Ну, вот, что думает коллектив? Коллектив думает, что вы директор, что вы должны принимать решение. Ну, что же, я директор, правильно, я и буду принимать решение. Надо искать выход. Наступают самые напряжённые минуты. Директор пошёл кругами. Мысль работает напряжённо и лихорадочно. А что, если так? Слушай, я больной, ты здоровый. Я тебе сдаю дела, ты принимаешь. Так пойдёт? Нет, так не пойдёт. Так не пойдёт. Пошли дальше. Так, а что, если так? Я больной, и ты больной. А кто ж здоровый? Коллектив, он всегда здоровый. Валим всё на него. Так пойдёт? На это коллектив не пойдёт. Коллектив пойдёт. Ой, 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 ой. С детьми дело иметь с детьми. Ой, сидел я на мебели. Так нет, послали меня нафиг. Фабрика игрушек. Номер-то какой? Тринадцать. Господи, ну где же это видано, чтобы от детского капрыза судьба человечья зависела? Вот он, детёт. От горшка-то три вершка. Даришь ему игрушку. Ну, что верблюд, что петух. Будто не всё равно. Так нет, у них капрыс. Мамаша жалобу строчит, по следу комиссия скачет, а директор с работы летит. Нет, игрушки сейчас это совсем не игрушки. Тут думать надо. Вот этим местом. Можно, Войтин? Давай. Обойдёшь в коридоре. Да я на минуточку. Народ, видишь, у меня занятый. Ну, я на минуточку. Ну, на минуточку давай. Вы знаете, я вчера слушал доклад ваш по поводу вечернего института. Слышь, я вчера доклад читал. Молодёжь призывал к учёбе. Утром работай, вечером учись, чтобы это вот уровень выше. Значит, в грядущее будущее будем входить подкованными на все четыре. Я сам четыре класса кончил. Значит, говоришь... Был доклад слушал. Был доклад слушал. Слышь, утром он работал, вечером пошёл доклад слушал. Старается человек, чтобы это вот... Уровень. Верно. Выше. Точно, да. Ты это зафиксируй. Это материал для комиссии. Так, понравился доклад? Хороший доклад. Хороший доклад. А ты главный инженер. Ты не был. Да. Умнее всех хочешь быть. Умнее всех. А тебе тоже не вредно было бы послушать. Вот, не был и не был. Почему ты не был? Так я же писал вам этот доклад. А, вот ты... Ах, да, ты писал, верно. Значит, что говоришь? Так вот заявление. Ага, заявление. Так, заявление давай. И сам тоже давай. То есть, как давай? Давай, 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 давай. Давай. Ну, как давай? Мне же вечером на учёбу. Вы разрешите в утреннюю смену выйти? Ой, сейчас всех надо будет в утреннюю смену устраивать. Ой, морока пойдёт. Да никакой мороки. Да мороки-то никакой, понимаешь. Но, понимаешь ты, сейчас это большая проблема, понимаешь? Да никакой проблемы. Проблемы-то нету, понимаешь? Но, понимаешь, сейчас это никак нельзя, понимаешь? По-моему, можно. Можно. Можно, по-моему. Да, можно. Да. Только, знаешь, надо ведь силу воли иметь. Как у тебя сила воли-то есть? Сила воли есть. Сила воли есть, а заработку не будет. Давай что-нибудь одно. Или работай, или учись. Ну как же, ну вчера вы сами говорили. Говорил, говорил. Говорил, потому что нужно было. А ты уши развесил. У тебя старик этот, мастер, 80 лет старику. Нигде не учился. И не хочет. А ему 80 лет. А ты умней всех хочешь быть. Умней всех. Я сам 4 класса кончил. Ну вы же директор. Директор, а дураком меня не назовёшь. Вот скажи по совести. Дурак я, нет? Не знаю, трудно сказать. Трудно. Думаешь, мне легко. Ну давай, в общем, так. Давай посоветуемся с народом. Давай с народом посоветуемся. Ладно, нет. Вот так давай. С народом посоветуемся. Народ подскажет. Народ он знает. Кого куда. Вот так. Пошёл вон и всё. Да, ты же говоришь, комиссия скачет. Да, скачет, скачет. Ой, что же делать-то, что делать-то. Что делать-то я и не знаю. Я просто теряюсь. Теряюсь, нет, брат, в такие минуты теряться нельзя. Вот что. Давай, давай, зови весь коллектив. Я с ними поговорить буду. Сигнал тревоги. Свистать всех к директору. Начальники цехов, местком, комсомол. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, товарищи. Садитесь. Все настроены весьма мрачно. Но директор сегодня решителен, как никогда. Он готов бороться до конца, либо победить, либо пасть по собственному желанию. Ну что, доигрались, да? Давай, давай, количество, количество. Поздравляю. Сегодня черным по белому расчехвостили в газете нашу фабрику за качество. И правильно. И давно пора. И давно пора. А так, вы что делаете? Вы какую игрушку нам даете? Через три дня от вашей игрушки руки, ноги отрываются, одни потроха остаются. Кому такая игрушка нужна? Кому? Кого в первую голову игрушка наша должна удовлетворить? Кого? Ребенка. 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 С таким детем я должен работать. Кто на тебе в газеты написал? Дитё? Дитё писать не умеет. Значит, чихали бы на дитё взрослые. Значит, кукла должна удовлетворять взрослого, трудящего человека. Да что вы раньше-то думали? Ну, а что раньше думать? Так вы же директор. Я директор, и что толку? А вот толку мало, это правильно. Вы что, издеваетесь, да? А может, я за всеми вами не могу следить? Может, у меня только два глаза, два уха, шея одна, и нос у меня между... Да, кстати, кто у нас эти куклы с длинными носами делает? Это Буратино, что ли? Да, Дуратино, да. Я делаю. Ты делаешь, да? Ты где такие длинные носы видал? Где? Над людьми издеваешься. Ничего, ничего. С твоим длинным носом ребенок без глаз может не остаться. Ничего, 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 ничего. Твой длинный нос тебе так даром не пройдет. Так, а кто у нас говорящие куклы делает? Я. Ты делаешь, да? Она у тебя что говорит? Мама. Маму говорит. Маму за 20 рублей одну маму говорить. У меня вчера докладчик за пятерку два часа барабанил. Ничего, твою маму мы тоже припомним. Так, а ты что смотришь? Зайцы у тебя линяют, да? А ты чем зайца кроешь? Чем? Какой краской? Ребенок твою краску лизнет, у него полное отравление психологии и организма. А что вы все на нас сваривали? А на кого мы? Разве раньше мы вам то же самое не говорили? А-а-а. Да. И все бестолку. Так, так, так. Вы раньше говорили? Да. Так, так, так. И все бестолку, потому что вы сами говорящие куклы. Что? Только не за 20 рублей, а за 200 рублей в месяц затвердили одно и то же. Посоветуемся с народом. Что подскажет? Народ поддержит. Народ узнает того куда. Да, и все только красивые слова. Да, вот вчера вы сами призывали повышать уровень, а сегодня меня не отпускаете на учебу. Так, 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 знаете, все хорошие, все хорошие, так, а я один плохой. Так, так, а вы скажите, вы на собрании обо мне говорили? Ну, смотрите. Так, вы в райком на меня ходили? Вы с работы меня снимали вот с такими, как вы, такой, как я и могу работать. Да, товарищи, вы сколько раз вам говорили одно и то же. А вы не разговаривайте. Вы работайте руками и думайте вот этим местом. Можно выйти? Давай, обойжаешь коридоре. Да я на минуточку. На минуточку давай. Товарищи, я только что был на фабрике Егошек номер 12. Что там творится? А что там? Директор собрал совещание начальников цехов. Такой скандал, такая паника. А что там? Как, в чем дело? Вы что, газеты читаете, что ли? А что там? Да их же в сегодняшней газете-то раздраконили. Как? И их тоже? Почему тоже? Только их. Только их? Ну, конечно. А нас? Так мы же 13-я фабрика, а нас пока не гу-гу. Не гу-гу? Не гу-гу. Так, точно. 12-я фабрика. Так. Так, так, так. Значит, носы вам не нравятся, зайцы не нравятся. Кукла плохая, директор плохой. Так, тебе спасибо. Ты отойди в сторонку. А с этим коллективом мы поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Член МИСКОМА НИТУДЫВ слушает. А, Сан-Санч, привет. Можно войти? Гражданка, сейчас я занят. Видите, я говорю по телефону. Мешайте мне. Да-да. Я работаю, Сан-Санч. Я... Терпела-молчала, терпела-терпела. Больше терпения-то нет. Мамаш, подожди. Знаете, мне вот говорят, что обратись... Стой, стой, стой. Мамаш, не видишь, я говорю, мешаешь мне. Да-да, Сан-Санч, есть? Да нет, вот мне мешает одна тут. Да, да. Я работаю. Это есть, это есть. Это есть, Сан-Санч. Это есть. Как говорите, чуткое отношение к заявлениям трудящихся. Так это мы понимаем. Мне говорят, что обратись по месту работы. Это мы понимаем. То есть мяском. Да уж вы помогите, раз уж ваша-то такая работа. Дуй, дуй, мамаша, дуй отсюда, дуй, дуй. Да. Пример работы с живыми людьми. Сан-Санч, это мы понимаем, это мы... Чеши, чеши, мамаша, чеши отсюда. Вы говорите, я обожду. Это мы понимаем, это... Есть, есть, хорошо. Хорошо, жду, жду. Жду, Сан-Санч, есть, есть. Во, видала? Видала, говорю? Чего? Чего, чего. Работа у меня какая. А, да-да. Да-да. У меня отчёт на носу, у меня ревизии на шее. Мне жить осталось три дня. У меня рука уж, во, подшивать устала. А, а я-то тоже в этом году сюда писала. Ну, и ты писала, и тебя подошьём. А что ж мне подшито и дальше-то делать, а? А, подавай, говорит, примеры работы с живыми людьми. А где их возьму, живых людей? Я их отродясь навидал. Стой, мамаша. Стою. Ты живой человек, нет? Ну, да где? Ну-ка, подожди-ка, мамаша, стой, подожди. Ты мне для примера нужна. Сан-Санч? Да-да, Сан-Санч. И? Ага, ага. Хорошо. Хорошо, есть, есть. Хорошо, хорошо. Сан-Санч, вот вы говорили насчёт примеру, вы говорили. Вот живой пример. Будет. Пример будет. Живой, живой. А как же? Ещё какой живой? Так. Хорошо, есть. Есть, хорошо, Сан-Санч. Есть. Есть. Зайду. Хорошо. Давай, мамаша. Давай, давай, рассказывай. Только давай, коротко. Давай. Я не задержу. Я говорю, что... Я уже, знаете, молчала, молчала. У меня-то, знаете, ничего. Вот у них-то что получается? Ну, прямо, ну, срам один перед людьми. И соседям в глаза стыдно смотреть. Её родственники рядом живут. Тоже ведь люди. Стой, стой, мамаша, стой, стой. Стою. Стой. Ты про своих родственников давай, понимаешь, ты, ты давай мне голову не морочь. Ты давай, давай, коротенько давай, что у тебя стряслось. Ну, да, вы уж извините, я не имею там, ну, какого-либо высшего образования. Больше всё работало по торговле. Так мне вот Золовка вот сразу сказала, что я, говорит, тебе, Мария, как мать, понимаю, то, говорит, ты лучше молчи, потому как устно, говорит, ты всё вверх дном повернёшь. И зядь, значит, тоже самое говорит. Напиши, говорит, всю правду. Подай её в печатном виде и пусть общество вмешается по месту работы. Вот, покуда общество по месту... Стой, 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 мамаша, стой. Стою. Стой, стой, мамаша, значит, ты у нас здесь работаешь, да? Нет, я у вас здесь не работаю. Не работаешь? Нет. А кто у нас работает, это Золовка работает, да? Нет. А, это зять, зять работает, зять? Нет. А кто же работает-то кто? Она работает. Она? Да. А кто это она? А я вам всё отписала, как есть. Так ты писала. Ты только дыши, писала. Сейчас, фамилия твоя? Моё-то Иголкина. Иголкина. Сейчас я буду искать твоё заявление, Иголкина. Так, а ты давай меня вводи, давай. Вводи, давай. А куда вводить-то? В курс, давай, давай. А, ну вот, значит так, я, значит, вам писала, всё как есть. Только мне ни ответу, ни привету. Ну, я уж тогда порешила уж сама зайти. И тем более-то, что всё это-то случилось. И по моей вине я ему вовремя глаза-то не открыла. А он у меня уж такой. Уж такой. Стой, стой, мамаша, что ты говоришь, глаза открыла? Кому? Кому ты глаза открыла, кому закрыла? Ой, что вы. Ты про кого говоришь-то? Да сын мой. Сын? Сын у нас работает? Нет. Так кто же у нас работает? Ну, она работает. Ну, она жена, какая разница? Ай, да не жена. А кто она ему будет? Ну, вместе они обучались в институте. Так. Так, фамилия есть у неё, нет? А, как же. У неё фамилия есть. Так, быстро фамилию. Давай, быстро фамилию давай. Быстро фамилию. Ну? Ой. Ну, вот это... Ой, ты мой. Ну, фамилию давай. Ну, вот как они инженерить-то начали. Ой. Давай, давай. Фамилию, фамилию давай. Фамилию давай. Ну, а на каждый божий день всё про научные книжки с ним рассуждает. Как ей фамилия-то? То в кино его тащит, то в цирк. Это уже прямо цирк получается, мамаша. А и верно, что цирк. Ведь он прыгает так ей через живую жену. Так что, у сына жена есть, что ли? А как же? Он прямо как в цирке через живую жену знаешь? Именно, именно. Мне вот сватья-то про них уж давно сказала. Что-то, говорит, у них нет то. Стой, стой, стой. Нет то, говорит. Стой, мамаша, стой, стой. Какая сватья? Чего сватья? Чего сватья? Я говорю, какая сватья? Что? Ты сказала, сватья сказала, чего-то у них не то. У кого не то, чего не то? Чего? Ну, ты сказала сейчас, сватья сказала, чего-то у них не то. У кого не то, чего не то. Какая сватья? Чего сватья? Чего? Простой. Ты сказала, сватья сказала, не сказала. Ну, кричите вы на меня. Ты сказала, сватье, кто про сватье сказал? Я сказала или ты сказала? Ты сказала, сватье сказала, чего-то у их не то. Ой, милый. У кого не то, чего не то? У сына не то? С нашей девицей, с которой... Нет, нет, нет. У сына с невесткой. А с девицей-то с вашей, которая вот у вас-то работает, у сына как раз тогда всё началось-то. Я ему глаза-то не раскрыла, ведь она его до всего довела, ведь змеёй ползла в дом, образованная, очкастая. Ведь был-то сын человек порядочный, а с ней связался, ведь семью бросил. Невестка-то теперь совсем из дома ушла. Какая невестка? Какая невестка? Ай, правильно вы говорите. Уж какая теперь она мне невестка? Ведь бросил сын-то её, то есть обидел. Ушла ведь стакана из дома. Стой, мамаша, стой, мамаша, куда тебя несёт? Эй? Мамаша, куда тебя несёт, мамаша? Кого он обидел? Кого он бросил? Кто ушёл из дома? Сноха ушла из дома? Невестка ушла из дома? Он что, сразу двоих бросил, что ли? Да и что вы правы? Он человек порядочный, он одну бросил. А невестка или сноха ведь это одно и то же. Это жена сына. Жена сына? Значит, он бросил что? Жену сына он бросил? Какого сына? Стой сюда, подожди, стой, стой. Значит, сын бросил свою жену. Да, 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 да не бросил бы он. Кабы девица-то, которая у вас работает, его бы не довела. А теперь-то сын мой в суд на развод подал. Объявление в газете пропечатал. Ну и что? А ваша-то девица хвост от его отворотила. Вот как сделала. Поматросила и бросила. И не идёт за его. Ведь совсем мужчину-то изводит. Вот мне говорят, что пиши, говорит, на её по месту работы. И брата своя очевидца, и зять в одну душу, что пиши на её по месту работы. Стой, стой, мамаша, стой, мамаша. Заморочила-то мне голову своими с родственниками. Он говорил заловко, что устно всё вернём, повернёшь. Ни черта не соображай. Мамаша, давай всё сначала. Да что вы, бравый, я же всё. Стой, мамаша, давай по документу. Вот, вот. Ты нам писала? Писала. Когда ты нам писала? Покров. Покров будет на П. Так, Покров, Покров на П. Так, переписка, переписка, протоколы, протоколы, протоколы. Так, Покров, Покров, где у нас был Покров? Какой Покров, мамаша? Как какой? Праздник Пресвятой Богородицы, вот какой. Мамаша, ты куда пришла? Ой, ой, ой. Ты что, в церковь или в мясском, Господи Боже мой? Ой, ой, я уж говорю, извините, не имею какого-либо высшего образования. Больше всё работало по торговле, вся ещё пережитка, верующий покажет. Покров будет 1 октября по старому. 1 октября, так и дыши, будем искать твоё 1 октября. Давайте пособлю. 1 сентября, 1 сентября, где же у нас 1 октября? Ну-ка, смотри, не это будет, нет? Ой, вот это. Это? Это самое. Ой, мамаша, 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 мамаша. Мамаша, 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 чего ты здесь накорякала, мамаша? Что вы помилуйте, как накорякала, всё печатано. Господи, сколько страниц, смотрите, смотри. Мамаша, давай, давай, в двух словах, что ты хочешь, мамаша? Да я же говорю, что не могу я больше терпеть, как она над сыном-то измывается. Да, да. Ведь я же Леоной за её семьёй разошёлся. Да. Она уж новую семью завела. Кто, кто, кто новую семью завела? Кто? Ну, невестка моя бывшая. Невестка, это кто, это жена сына, что ли? Ну, да, да, невестка, но новую семью завела. Ну, и что, и что, и что? Ну, и что же я ничего, я понимаю, женщина, она молодая, серьёзная. Так ведь и сын-то человек степенный. Да, да, да. А эта ваша вертихвостка тут за его не идёт, и что ты делаешь? Мамаша, стой, 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 что ты хочешь, что ты хочешь, мамаша? Ой, может, может, родителям ейным отписать надо? Чьим родителям? Чьим? Ну, ейным-то. Ейным? Ну, да. Чейным ейным? Да ну, Змеинам-то, Змеинам-то. Змеи-nas-ем. Ну, да. Ну, да. Это что, это сына родителям, что ли? Да я родительница сына, да... Стой, мамаша, всё, всё, конец. Мамаша, всё, всё, кончай базар. Базар видать. Все, 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 ты общественности писала. Общественность берёт на себя. Ладно, хорошо, я это дело беру на себя. Ой, не делай. Ладно, хорошо. Я этой заловке, я их хвост прижму. Да какая она мне заловка? Неважно, всё равно прижму хвост. Начала своё тёмное дело, пускай кончается. Пускай, понимаешь, ты. Я всё понимаю. Пускай замуж до его выходит. Я всё понял, у тебя есть сын, он женатый, начал как в цирке через живую жену, стал прыгать, жена у него новую семью завела. Да, сын на развод. А я теперь тебе хвост по матросил. Всё, всё, понял. Я всё понял. Иди, иди, мамаша. Дуй, мамаша, дуй, дуй. Не имею какого-либо высшего образа. Чеши, мамаша, давай. Мне, знаете, заловка, я сыплю. Шпарь, мамаша, шпарь. Да я шпарю, шпарю. Стойте вы терёте. Вот это, мне вот деверь вот мой. Что, что, чего? Деверь, говорю, мой. Деверь? Закрой деверь с другой стороны. Хорошо, хорошо. Только уж вы не забудьте. Фу ты, Господи, невозможно. Нет, ничего, 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 ничего. Ничего, дело тёмное, но для отчёта полезное ничего. Я сейчас к ней на дом пойду. Ничего. От общественности не уйдёшь. Общественность не обманешь. Алло. Здравствуйте. Женечка скоро придёт. У неё сегодня день рождения. Спасибо. Нет, будут только свои, да. Приходите, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. До свидания. Догадываюсь, мамаша будет, а я буду из мест кома вашей дочери. А Женечка скоро придёт. У неё сегодня день рождения. Да. А вы по какому вопросу? А я по вопросу чуткого отношения к заявлениям трудящихся. Так, садитесь, мамаша. Спасибо. Так, с чего же мы начнём? Дело тёмное, вопрос тонкий. Значит, у вас есть дочь? Есть. Ванина ЕА. Ванина ЕА. Вот это и плохо, мамаша. Лучше бы вам, мамаша, было бы сына иметь. А почему вы так говорите? А говорю, потому что не умеете вы, мамаша, своих дочерей воспитывать. Знаете, с кем ваша дочь время проводит? Конечно, знаю. Она ещё из института дружит с Вадимом и Танечкой. Верно. Она, согласно заявлению, познакомились в институте. Что случилось? Что с Женечкой? Ну ничего, просто соблазнила она вот этого вашего, как вы сказали, этого... Вадима? Жена от него ушла. Всё. Погиб человек. Погиб? Ах, плохо. Мамаша, мамаша, вы не так поняли? Я говорю, не вообще погиб. Я говорю, погиб в смысле семейной жизни. Так, уже не слышим. Сделаем искусственное дыхание. Что вы делаете? А вы что, не видите? Работаю по заявлениям трудящихся. По каким заявлениям? Мамочка? Мамочка, так. Значит, вы ихняя дочка. Ах, вот кто вертихвостка. Поздравляю, на вас любопытный материал имеется. Ах, Женя, Женя, как ты могла? Зачем ты скрывала? Бедный Вадим покончил с собой. Вадим, ой, мне дурно. Ах, Женя, Женя. Здравствуйте, а Таня у вас? Вадим, живой. Что такое с вами? Что с вами? Товарищ, товарищ, приходите не вовремя, мешайте работать. Послушайте, это вы сказали маме? Что я сказал маме? Что товарищ умер? Сама мамаша придумала. Если бы товарищ умер, всё гораздо проще было. А так что получается? У меня отчёт на носу. У меня ревизия на шее. Товарищ Вадим, давай по-хорошему. Давай. Выходи за товарища Вадима замуж. Зачем? Как зачем? Для того, чтобы всё было гладко по заявлениям трудящихся. Что вы чушь говорите? Это не чушь. Товарищ пострадавший сам подтвердит. Да что вы ерунду говорите? Я очень уважаю Женю, но я же некоторым образом женат. Женат? И где же ваша жена? Что в данный момент? В данный момент она ушла из дому. И что? Вы что-нибудь знаете? Умоляю. Что случилось? Артист Самойлов. Не твердили. Всё известно. Ушла ваша жена из дому. И не вернулась. И никогда не вернётся. Согласна заявлению? Вадим. Таня. Вадим, что с тобой? Ты здесь? Вы что, действительно его жена? Да. И которая? То есть как которая? Ну, законная, незаконная. Да вы что? Как вы смеете? Общественный суважаемый товарищ всё смеет. Ну, я не понимаю. Ну, объясните, наконец, в чём дело? Хорошо, объясню. Есть предложение не ждать, пока мамаша очухается. Значит так. К нам поступил сигнал. Товарищ Ванина ЕА на почву посещения цирка изучения литературы соблазнила данного товарища. Таня, это клевета. Это ихняя мамаша пишет. Мать Вадима. Мать Вадима. Не дурно. Женечка, подожди. Вадима. Это ложь. А, не солидно. Сами подали заявление на развод. Вадим, это правда? Остань, у кого вы спрашиваете? Вот же документы. Мне плохо. Танечка, подожди. Вадим. Ну, знаете, все в омбарок упали. Это уже детский сад получается. Товарищ только что упавшая в омбарок сама завела новую семью, а притворяется. Как новую семью? Как, как? Как все дела, так и она. Стой, стой. Ой, стой, стой. Походи, стой. Подождите, мне же не с кем работать. Стойте. Стойте. Что такое? Ой, воды. Вы кто? Я из мяскома вашей дочери. Это ваша дочь Ванина ЕА? Да. В чем дело? В чем дело? Значит, вот так. Эта ушла от этого, этот ушел от этой. Этот пришел к этому, эта ушла от этого, этот ушел от той. Эта мамаша ни от кого не ушла, она просто так лежит. А почему они лежат? Потому что они своими омбароками хотят ввести в заблуждение общественность. Общественность не обманешь. Общественность. Все ясно. Здесь черным по белому сказано. Во, читаю. Во. Ванина ЕА проживает со своими родителями на площади 28 квадратных метров. Нуждается в дополнительной площади. Просим оказать содействие. Просим помочь Ваниной предоставить квартиру. Про... Какую квартиру? Просим предоставить... Подождите, подождите. Это кто писал? Это мы. Вы? А Иголкина? Какая Иголкина? Стой, 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 стой. Стой, я не по тому делу пришел. Мне плохо. Стой, папаша, 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 папаша. Держись, 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 папаша, папаша. Так. Так, аннуечка. Так. Так, скорая помощь? Автобус пришлите, пожалуйста. А у меня здесь пять человек, я шестой. Шесть машин можете прислать? Одну машину давайте для меня одного. Срочно помощь оказать. Не можете? Хорошо. Они и сами станут. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...